Западные голливудские фильмы, блокбастеры, сиквелы приводят нас в полный восторг, и мы реально имеем новые ощущения, новые чувства, новые эмоции. Мы погружаемся в реальные истории людей на тонущем корабле в глубоких водах океана, мы видим удивительную флору и фауну, передвигаемся на больших летающих драконах вместе с аватаром. Стремимся прочь от злостного робота-терминатора, беседуем с разумными машинами, встроенным искусственным интеллектом, путешествуем в мирах, внутри миров за гранью воображения, прыгаем в черную дыру, стыкуемся на космическом корабле с другим космическим кораблем, боремся с киборгами или с практически невыполнимой миссией стремимся на Марс. Все эти сцены настолько великолепны, что мы по-настоящему любим эти фильмы. Здравствуйте, дорогие друзья! В своем инстаграм Димаш отметил, что очень любит фильмы Джеймса Кэмерона и считает его гением. Для точности формулировки этого слова мы обратились к Википедии. Гений — это высокого уровня творческого потенциала Личность, особое вдохновение, побуждающего к новаторству в ремесле. Такие уникальные люди, как Джеймс Кэмерон, вдохновляют нас к созданию талантливых произведений, открывают новые пути для творчества или просто мотивируют нас стать тем, кем мы хотим, жить, развиваться и достигать. Сегодня мы будем говорить о жизненных принципах, которых придерживается Джеймс Кэмерон, величайший мастер современности, практически недостижимый эталон наивысшего качества кинопродукции. Первое. Создавая свой новый проект, Джеймс Кэмерон продерживается такого принципа «восхищай» необычными и незаурядными сценами, интересными фактами. Джеймс Кэмерон в одном из интервью с журналистом говорит «Меня всегда восхищает в кино что-то, чего я совсем не жду. Поэтому, когда я сам снимаю фильмы, я сам стараюсь придумать что-то, чего никто не ожидает». О чем говорит эта фраза? О том, что Джеймс Кэмерон уникальный режиссер с безудержной фантазией и неистовым воображением. Своим творчеством он похож на Марка Твена, который был очень популярен в журналистских кругах Сан-Франциско. Марк Твен дружил с Николой Теслой и описывал технические подробности в своих романах, что свидетельствует о хорошем знакомстве Марка Твена с достижениями современной ему науки. Или как Жюль Верн, романы которого волнуют воображение, заставляют спорить или восхищаться, увлекают своим оптимизмом, ясной верой в силу разума и науки. «Что бы я ни сочинял, что бы я ни выдумывал, – сказал однажды Жюль Верн, – все это будет уступать истине, ибо настанет время, когда достижения науки превзойдут силу воображения». То есть Джеймс Кэмерон, как Марк Твен, Жюль Верн, использует фантастику как рабочий инструмент. Второй принцип. Джеймс Кэмерон всегда основывается на науке. Он не скрывает, что на съемке очередного блокбастера его подталкивает не банальное любопытство или жажда адреналина, а научный интерес. Ведь многое из того, что называется шедевром на экране, человечество уже узнало. В своих фильмах он использует спецэффекты, новые технологии, такие как компьютерная графика, 3D-кадры, оптические эффекты, объемные изображения, гигантские линзы. Он совершенствует технику съемок, меняя кадровую частоту, увеличив ее с 24 кадров в секунду до 60. Применяет новую технологию видеосъемки, позволявшую одновременно снимать в двух проекциях, в определенном виртуальном окружении и в режиме реального времени. Он пишет в своей книге «История научной фантастики» Джеймса Кэмерона. Новое поколение кинематографистов научно-фантастического направления старается создать фильм, который был бы максимально основан на настоящей науке. Как только ты начинаешь понимать физические идеи и основы астрофизики, так сразу эти идеи предлагают тебе отличную стартовую площадку для создания историй об относительности и прочих аспектах. Например, идея растяжения времени. Дальше он продолжает. «Мы строим наши модели на реальных научных вычислениях. Крайне компетентные люди пишут научную фантастику и предлагают идеи, вдохновляют этим ученых, которые затем выясняют, как все обстоит в реальности. И часто их вдохновляет именно научная фантастика». В перерывах между блокбастерами Джеймс Кэмерон исследует океанические глубины. В 2002 году на телеканале Discovery вышел новый фильм режиссера научно-популярная лента «Экспедиция Бисмарк», где Кэмерон в очередной раз прибегнул к теме океанических глубин. Вместе с подготовленной съемочной группой режиссер отправляется на 4700 метров под воду, чтобы изучить затонувший во время Второй мировой войны линейный флагман фашистской Германии «Бисмарк». Джеймс Кэмерон не только режиссер, но и сценарист своих фильмов. Над любым фильмом он работает от А до Я. Идеи для своих новых сценариев он может черпать отовсюду и даже из собственных снов. Так, например, во время работы над картиной «Пираньи» Кэмерон слег с пищевым отравлением. И в великорадочном забытии ему приснился человекоподобный робот, прилетевший из будущего, чтобы убить Кэмерона. Однако, мало придумать человекоподобного робота, нужно еще и реально воплотить свою идею в жизнь. И Джеймс Кэмерон воплощает свою идею в фильме «Терминатор». Как профессионал своего дела он отмечает «Мне вообще очень нравится, когда фильм меня удивляет и заставляет полностью погрузиться в его историю». Он как сценарист, как режиссер расширяет визуальные возможности кинофильма и увеличивает ценности похода в кино для зрителя. Четвертый принцип – делать фильмы понятными для всех. Он пишет после триумфа фильма «Титаник» следующее. И уже годы спустя стало понятно, что фильм «Титаник» показывал какие-то универсальные чувства, общие на всех людей, всех культур, во всем мире. Пятый принцип – быть новатором. Джеймс Кэмерон – новатор в кинематографии. Он старается не только внедрять новации, но и распространять их среди своих коллег. Вот что он сказал, когда впервые применил 3D в «Аватаре». Кинематографисты должны использовать эту технологию, иначе она не будет развиваться. Должно быть серьезное участие других режиссеров в создании хорошего, стереоскопического 3D, иначе люди будут плохо воспринимать такое кино. Или его будет больно смотреть, и технология опять умрет. Джеймс Кэмерон считает, что фильмы необходимо снимать так, чтобы зрителю устраивать настоящее путешествие в мир на экране. Чтобы их ничто не отвлекало от происходящего. И чтобы они забывали, что они смотрят 3D и думали, что он находится на Пандоре. Думаю, это лучший способ осуществить волшебное перемещение из кинозала на другую планету. В конце концов, я хочу, чтобы в фильме было немножко волшебства. Вот вы меня спрашивали, что меня завораживает в кино. Это как раз тот момент, когда ты забываешь, где ты находишься, и ты полностью указал историю. Джеймс Кэмерон родился 16 августа в 1954 году в Канаде. Позднее, когда ему исполнилось 17 лет, семья переехала в США, калифорнийский город Бреа, где он и получил среднее образование. Джеймс Кэмерон всегда чувствовал себя свободным в выборе жизненного пути. В профессии он выбирал исходя из своих собственных интересов. Например, во время университетской учебы он быстро потерял интерес к физике, будучи студентом колледжа в Улертон. Проучившись один курс, он перевелся на факультет английской литературы. В конце до в концов он просто бросает обучение в университете в 1974 году. Юноша устраивается на работу водителем грузовика, а в свободное время пишет сценарий для фильма. Сценарий он пишет с мыслью объединить искусство и науку. К этой мысли он приходит в 1977 году, когда он впервые смотрит первую часть знаменитого блокбастера «Звездные войны». Первым проектом Джеймса Кэмерона был фильм ужасов в 1981 году «Пиранья 2. Нерест». Затем был задуман фильм «Терминатор». Ему выделили достаточно скромный бюджет в 6 миллионов долларов. Джеймс шел на хитрость в разных моментах, чтобы уложиться в скромный бюджет. Впечатлившие зрителей автомобильные погони снимались на обычной скорости, а затем при монтаже перезаписывались в ускоренном темпе. Для финальной сцены гибели робота под прессом был изготовлен манекен из фольги, глазом которого стала небольшая красная лампочка, а сам пресс представлял собой куски пенопласта, выкрашенные в стальной цвет. Тем не менее, режиссеру удалось создать фильм, который до сих пор считается эталоном жанра. В 1989 году фильмография кинорежиссера пополняется фантастическим трейлером «Бездна», в котором речь пошла о спасении затопленного подводного корабля с ядерной установкой и его столкновения на глубине с неведомым разумным миром. Вторую часть «Терминатора» Джеймс не торопился создавать. Он выжидал, когда спецэффекты дойдут до такого уровня, чтобы реализовать задумку. Еще во время съемок первой картины мастеру пришла идея сделать робота из жидкого металла, но тогда воссоздать такой эффект было невозможно. Если сравнить бюджеты частей «Терминатора» – 6 миллионов долларов, которые обошлись съемки первой части, во втором фильме «Терминатор 2. Судный день» смогли окупить только морфинг нового робота. И те кадры, которые зритель наблюдает 3 минуты, потребовали 8 месяцев работы специалистов. На сей раз на 102 миллиона долларов раскошелились 4 студии, включая компанию Кэмерона «Лайкстерн Интертеймент». Затраты вернулись в пятикратном размере. Дополнительный бонус – 4 Оскара. В 1997 году Джеймс Кэмерон снял драму «Катастрофу Титаник». Бюджет картины составил 200 миллионов долларов. В кинотеатрах кинолента собрала 2 миллиарда, установив мировой рекорд, который был побит только спустя 13 лет. Причем это сделал сам Кэмерон с помощью фантастического блокбастера «Аватар». Сценарий «Аватара» Джеймс написал еще в 1994 году и хотел приступить к реализации проекта сразу после триумфа «Титаника». Но в итоге режиссер решил отложить работу, так как многие идеи не могли быть реализованы из-за отсутствия технических возможностей. Когда же компьютерная графика дошла до такого уровня, что нарисованные персонажи выглядели не менее реалистично, чем живые загримированные актеры, Джеймс вернулся к этому проекту. В 2009 году Кэмерон удостоен собственной звезды на Аллее славы Голливуда. В 2014 году завершились съемки еще одного значимого для Джеймса Кэмерона проекта. Создан научно-популярный фильм «Вызов бездни 3D» о путешествии одиночного батискафа на дно Марианской впадины. Причем в этом подводном корабле находился только Кэмерон. Это были эксклюзивные фото, сделанные на глубине 11 тысяч метров. В активе Кэмерона десятки книг, в основу которых легли сценарии кассовых проектов. В 2018 году канал AMC представил шестисерийную документальную ленту по истории научной фантастики Джеймса Кэмерона. В завершении хотелось бы отметить. Талант Джеймса Кэмерона почитает миллионы людей на всей планете. Такие люди, как Джеймс Кэмерон, являются мотиваторами к действию. Если Димаш почитает творчество такого великого человека, это говорит о многом в характере и интересах Димаша, являющемся на сегодня самой талантливой и яркой звездой. Дорогие подписчики, пишите, пожалуйста, свои комментарии под этим видео. А также мне хотелось бы задать один вопрос. Как вы думаете, кто из режиссеров-сценаристов научно-фантастических фильмов, кроме Джеймса Кэмерона, является настоящим признанным талантом нашего времени? На этом мне хотелось бы завершить сегодняшний ролик. Ставьте, пожалуйста, свои лайки, подписывайтесь, а также делитесь этим видео со своими друзьями. До свидания! Всего вам хорошего! Субтитры сделал DimaTorzok